Всем привет! Вы на канале Роллинг Мото, меня зовут Кирилл и сегодня на нашем обзоре бюджетный байк от популярного производителя китайской техники Avantis. Avantis A2 является начальной моделью линейки мотоциклов двойного назначения, имеющих ПТС. Модель также имеет в своем арсенале несколько вариаций комплектации. Сегодня на ваших экранах версия люкс, отличающаяся от Basic в более богатом оснащении. Модель уже давно стала популярной среди любителей легкого эндуро, а также райдеров, которые только начинают свою мото-жизнь. Многие полюбили эту модель за более низкую посадку в сравнении с другими моделями и задорный характер на дороге, а также энергоемкую подвеску. Байк базируется на простой и легкой раме, взятой с беспТСной версией байка. Ее вполне достаточно для начального уровня райдера. Сухой вес байка – 118 кг. Рама и подрамник металлические. Пластик данной модели радует гибкостью. Производитель использовал небольшое количество пластиковых элементов для минимизации потерь при возможных падениях в условиях эндуро-заездов. Короткая база мотоцикла для колесной формулы 2118 всего в 1380 мм прекрасно сказалась на маневренности байка, а также позволяет без особых проблем управлять мотоциклом даже райдеру с небольшим ростом. Кстати, высота по седлу данного байка 910 мм. Ее можно слегка занизить, расслабив подвеску или опустив перья в траверсе вилки. Для комфортного передвижения был установлен бак объемом 6,5 литров, чего вполне хватает на 150 км в городских условиях. Главным преимуществом модели является его сердце – одноцилиндровый четырехтактный двигатель ZS172FMM. Прекрасно вписывается в силуэт легкого и маневренного мотоцикла двойного назначения. Объем двигателя 249 кубических сантиметров, пиковая мощность – 21 лошадиную сила. Отлично сказывается на характере мотоцикла, а хорошую тягу на любых оборотах помогает развить карбюратор от известного китайского производителя впускных систем Nibi Racing. Для увеличения отдачи двигателя на высоких оборотах диффузор карбюратора имеет диаметр в 30 мм. Модель карбюратора PE – крепление к двигателю осуществлено через резиновый манифолд. Как и на старших собратьях, модель имеет фильтр-бокс в левой задней части мотоцикла. Выхлопная система мотоцикла прямоточного типа с банкой, выполненной из алюминиевого сплава. Банка неразборная и собрана на высокотемпературных клепках. Крепление на двух демпфированных хомутах обеспечивает меньшую вибрацию на высоких оборотах. Вместе возможного соприкосновения глушитель оборудован тепловым экраном, который не допустит встречи раскаленного глушителя с ногой райдера при возможном падении. Вся мощность двигателя передается на заднюю ось с помощью усиленной 520-й цепи. Натяжители цепи фрезерованные, анодированы в цвет мотоцикла. Задняя звезда крепится на четырех каленых болтах со стопорными планками. Коробка по классике для этого двигателя 5-ступенчатая. Схема переключения стандартная. Первая низ, верх нейтраль, вторая, третья, четвертая, пятая. Передняя вилка перевернутого типа нерегулируемая. Длина пера 870 мм. Жесткость можно регулировать заменой масла на более или менее вязкое. Траверсы передних перьев алюминиевые, анодированы также в цвет байка. Крепление траверсы на два болта, обеспечивающие достаточную затяжку пера. Задняя подвеска достаточно простая, но при всем этом имеет прогрессию с хорошим ходом. Задний маятник стальной. Подвеска оборудована моноамортизатором длиной 460 мм. Регулировка возможна только с помощью преднатяга пружины. Колеса 2118 оборудованы буксаторами в цвет байка, а боди алюминиевые. Для хорошей управляемости как на асфальтированных дорогах, так и на бездорожье, мотоцикл обут в достаточно жесткую резину со средней высотой шашки. Размер резины 190-18 сзади и 80 на 121 спереди. Развитая система тормозов обеспечивает эффективное торможение. Спереди и сзади мотоцикл оборудован двухпоршневыми тормозами, а помогают ему фигурные диски с большой площадью торможения. Тормозная система комплектуется армированными шлангами, а также защитой заднего тормозного цилиндра, что обеспечит безотказность тормоза в экстремальных условиях. Уважаемые подписчики, хотим напомнить, что в Rolling Moto действуют специальные условия на доставку любой вашей техники в наш мотосервис. Подробности вы можете узнать, связавшись с нашими менеджерами. Всегда рады вам помочь. Для того, чтобы мотоцикл смог кататься по дорогам общего пользования, его оборудовали всем необходимым. Зеркала заднего вида, электронная приборная панель с индикаторами светотехники, пробегом, общим пробегом, а также показаниями скорости. Светодиодными поворотниками на гибкой подножке. Яркая фара в стиле Husqvarna. Задний стоп-сигнал с креплением под госзнак. Катафоты на передней части мотоцикла. Пульты управления светотехникой. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Кирюха. Всем пока!